Эксперты ОНФ из Москвы провели заседание рабочей группы «Качество жизни». Участие в ней приняли представители окружной и городской администрации, жильцы многоквартирных домов и активисты регионального штаба ОНФ. В рамках встречи были озвучены принципиальные решения, которые столичные фронтовики не намерены замалчивать или просто оставить на бумаге. Еще накануне столичные эксперты провели рейд по многоквартирным домам. Красивые снаружи и ужасные внутри деревяшки всерьез заинтересовали фронтовиков. Особое внимание было приковано к жилым строениям, которые попали в программу капитального ремонта 2008-2009 годов. Я вам сразу говорю, меня очень заинтересовала расценка сайдинга, которым обшивается все, что вы делали. 7 миллионов на 12-квартирный дом без кровли. Вот если бы это еще и кровли была, полтора-два миллиона, я бы еще так как бы подзадумалась. А здесь 7 миллионов на те виды работ, которые вы сделали. Я просто обязательно сделаю запрос в ваших департаментах строительства на расценки строительные, Дело в том, что это очень огромная сумма денег. Ленина строительная рабочая – это неполный список улиц, на которых стоят яркие дома. Эта обшивка обошлась в круглую сумму. Окружная казна субсидировала городу порядка 60% от стоимости работ по капремонту. Светлана Калинина, эксперт Народного фронта и математик по образованию, на ходу сделала простые расчеты. В среднем стоимость квадратного метра жилья без отделки в регионе стоит порядка 60 тысяч рублей. Следовательно, 12-квартирный дом общей площадью 500 квадратов обойдется в 30 миллионов рублей. 30 миллионов построит новый дом, а вы за 7 миллионов сделали фасадные работы косметического характера на доме, который не простоит 30 лет. И это факт. В Наринмаре уже есть дома, которые обшили, а через несколько лет признали аварийными. Из-за этого в народе даже появилась примета. Если дом обшивают сайдингом, значит, через несколько лет снесут. По словам Светланы Калининой, формировать список домов на капремонт и тем более перечень необходимых работ обязан муниципалитет с участием жителей конкретного дома. Прописываем сегодня под протокол муниципальным образованием пересмотреть технические параметры всех домов на своей территории до июня месяца. Значит, УНФ берет под контроль, что к июлю месяцу, к первому июля, должны быть приняты все нормативные акты, подтверждающие качество, количество домов, техническое состояние. Чиновника лично конкретно, который отвечает за создание этих программ. Ответить придется и за капремонт, который уже был сделан. Светлана Калинина пообещала сделать официальные запросы с тем, чтобы поднять контракты с именами лиц, ответственных за все работы в многоквартирных домах, начиная с 2008 года.